Мы пришли в место в центре Кишинева. Здесь готовят нашумевшие панини, знаете, в Италии, во Флоренции. Есть место, где прямо три будки стоят на одной улице, рядом друг с другом. Я сейчас вам покажу, чего хотели добиться в нашем кафе и перенесемся во Флоренцию. Мы пришли в классное место с бутербродами. Здесь обычно нереальные очереди, вот так называется. Здесь все сидят на бордюре, потому что некуда сесть. Наверное, вкусно достаточно. Мы просили разделить напополам, чтобы еще поужинать потом. Она выглядит просто невероятно. Соседние магазины поливают водой пол, чтобы люди не садились и не ели перед их витринами. Настолько они востребованы. И вот они появились у нас. Очень вкусно прямо. Знаете, я поняла, что единственный секрет этого крутейшего панини – это качественные ингредиенты, и чтобы их было прямо много. Но и цена, они супер дешевые, у нас они стоят 9 евро. Но все везут из Италии. Сначала песто, потом строчителло – это внутренность бурата, ее тоже много. Потом добавляют рукколу, а потом мяско. У нас, кстати, есть с разными видами, и в Италии тоже есть много вариантов. Мы в Италии брали с мартаделлой. Я попробовала уже оба панини. И вы знаете, на мое большое удивление, с моцареллой вообще не проигрывает. Она такая мясистая. Ее так много. Вообще очень вкусно. И, ну, конечно, с мясом очень вкусно. Приехали мы на бассейн, и здесь так прикольно сделали. Это огромный вообще аква-центр, не знаю, как это назвать. И есть зона вот здесь вот с песочком. И там куча бассейнов, целый город. И у нас вот такое вот классное бунгало. Будем обалдеть. У нас из бунгало такой вид на бассейн с волнами. Здесь раз в час включаются волны. Там аквапарк, и там еще другие бассейны дальше, вот там. Нам сразу принесли велкам-дринки. Еще и такие вкусные. Можно было выбрать лимонадик или просека, но мы по лимонадикам. И очень прикольный спаракуй. Честно говоря, так привыкла с этим долгим летом, что мы избалованы возможностью все время пойти на бассейн. Даже не представляю, чтобы это закончилось. Так хорошо. Здесь вообще так логично разделили бассейны. Есть бассейн для деток маленьких. Там такие маленькие детские горки, аниматоры, своя программа. Есть бассейн для взрослых. Там употребляют то, что нельзя употреблять в детском бассейне. Взрослые конкурсы временами, периодами. Знаете, что мне все скучится. И есть еще аквапарк. И есть зона вот этого вот бассейна, которая совместная с волнами. Тут и дети, и взрослые могут усить. Представляете, как классно придумали именно в этой зоне дополнительные плюшки. Есть фруктики, велкам-дринки. И можешь знать, пожалуйста, вот здесь вот у нас от корейского магазина куча разных SPF. Выбирай, не хочу, какой тебе нравится. У нас начинается какой-то дикий ураган. Мы в мексиканском ресторане. Такая классная атмосфера, прямо фактурная. И принесли как компетментик на часы. Смотрите, какие здесь детали. Можно сидеть долго и рассматривать. Прямо все привезено, привезено. И вот этот домик. Очень хорошенький. Он малыш такой. И в нем все проработано. У нас така с курочкой. Я, в общем, решила задать своей подружке самой красивой фигурой, которую я видела в жизни, вживую. Вопросы про ее питание секретное. Я знаю, что она очень много занимается, но у нее есть еще другие секреты. Анида, ты, как всегда, щедра на комплименты. Просто россыпь их раздаешь. Всем спасибо большое. Мы с Нитей говорили по поводу питания. Я психолог. Также я учусь на терапевта, которая работает с расспросами пищевого поведения. И я Нити рассказала, что действительно весь секрет, наверное, самый такой базовый золотой, состоит в терапии. То есть психология помогла мне получить свою фигуру бонусом вследствие того, что пришел баланс жизни. Но, тем не менее, также есть и составляющая, которая касается питания правильного и спорта. Если мы говорим про питание, здесь очень важен баланс БЖУ, то есть белки, жиры, углеводы. Это все должно вписываться в дневную норму калорий, которая рассчитывается индивидуально на каждого человека. Ты как будто готовилась к лекции. Я все думаю, когда буду задавать себе вопросы, а у тебя поток. Ты уже готова раздавать. Слушай, просто знаешь, почему я не снимаю короткие видео? Меня невозможно остановить. Очень интересно рассказывать. Вика рассказывала, что она покупает целые какие-то ящики яиц на рынке. Еще тех, которые надо, чтобы они были фермерские и все такое. И сколько ты ешь вообще на завтрак примерно? Слушай, меня эта женщина, которая продает яйца, называет оптовичок. Она еще меня как-то спрашивала, типа, а вы на две квартиры покупаете или что? Я говорю, в смысле на две квартиры? Два подъезда. Я говорю, себе. А ну ладно. Аппетиты, конечно, большие. Да, я ем 3-4 яйца на завтрак. И судя по твоей фигуре, ты больше не ешь ничего? Нет. Но она елся. Я ем яйца, я ем цельнозерновой классный хлеб на закваске, клетчатку обязательно в больших объемах, качественные жиры, это может быть лосось, это может быть авокадо, оливки, орехи, кстати, тоже, да. И в качестве бонуса, витамина и приятного десерта могут быть ягоды. Вот так, бонус. Но мы сейчас ели десертик. Да, он был очень вкусный. Точнее, ели десертик, а я ела салат. Да. Обычно все наоборот. Сталкиваемся. Мы сейчас идем по такой красивой аллее, это у нас аллея писателей. Сейчас я вам покажу. Здесь, видите, бюсты писателей везде. Еще Вика, когда выставляет видео из спортзала и там поднимает какой-то вес, у нее прямо такая бицуха, а в жизни вообще такая женственность. И я вообще не понимаю, куда ты прячешь эту бицуху потом после зала. О, Ганита. Я занимаюсь в спортзале уже давно, лет 5 точно. Сейчас я занимаюсь где-то 5 раз в неделю. И вообще для начинающего человека, который хочет заняться со своей фигурой, не нужно заниматься 5 раз в неделю, достаточно 2-3 раза. Да, 2-3 раза в неделю. Но если вы уже профи, то очень круто иметь как и силовые упражнения, так и различные аэробные нагрузки и растяжку. Это прям... Тело вам скажет спасибо. И как часто ты делаешь силовые? Силовые я делаю 5 раз в неделю. Растяжку. Да. А так это же, говорят, день через день максимум. Нет, если у тебя уже мышцы привыкли, вошли в этот режим, им это нужно, чтобы они росли, нужны интенсивные нагрузки, нужно увеличивать вес, нужно очень наблюдать за своим качеством сна и питания, чтобы было достаточно белка, чтобы восполнять свои дефициты. И таким образом у нас растет мышечная масса, потому что после 30 лет мы ежегодно теряем где-то полтора грамма белка в тело. То есть наши мышцы просто уходят. И поэтому мы видим таких старичков, которые такие сухенькие-сухенькие, но очень неподвижные, несильные. Да. Чтобы сохранить эту мышечную массу, ее уже там, ну, к 40 нельзя набирать. Просто, ну, организм не справляется. Ты серьезно вообще? Да, да, да. Поэтому нужно сейчас набирать свою форму, чтобы потом ее поддерживать и по чуть-чуть только терять. И, кстати, чтобы хорошо белок усваивался, нужно хорошее пищеварение, что тоже может усугубляться, улучшаться с возрастом. Так что берегите свое здоровье. Я за здоровье. Слушай, сейчас так накачают руку. У меня уже покалывает отнимение. Но очень интересно. Я еще хотела спросить, если ты пьешь протеин? Я пью протеин тогда, когда я не добираю свое количество белка. Он у меня рассчитан. Сколько грамм на мой рост вес, на мои потребности. Допустим, если я вижу, что у меня не лезет еда, а я, не знаю, на какой-то фазе качания, и я могу выпить протеин. Фазе качания. Ну, это я обычно добираюсь едой. Это, во-первых. Во-вторых, если вы пьете протеин, то обязательно нужно соблюдать количество клетчатки, чтобы организм не был затоксиненный, потому что мясо, оно токсинный ведет в организм. Да, белок. А вот по поводу... Даже если он со вкусом фрапучино или ванильки. Да, да. Это нагрузка все идет на наш организм. Я люблю выпить козьин вечером. Если, допустим, знаешь, мне прям... Что это вообще? Это протеин, который долго высвобождается. Это вечерний протеин, его называют. О, боже, я про него даже не слышала. Я слышала это слово, но вообще никогда не интересовалась, что это. Если, допустим, вечером у меня нету там желания, знаешь, кушать, готовить или что-то, я очень ленюсь. Я просто взяла себе в шейкере протеинчик, выпила и все. А он вкусный? Да, он такой же, как и обычный. А он тоже все вкусный? Да, там есть все то же самое. Шоколадный, куки. А, интересно. Надо поинтересоваться этим вопросом. Мы покупаем на iHerb какой-то вообще. Общий нутришн. Да, я знаю, классный. Да, нормально? Да, такой же есть козьин. Слава богу, парфюр миханулся. Это изоляты белка, хороший парфюр. Мы пришли в классный магазин нишевой парфюмерии у нас в Кишиневе, и здесь появился бренд Amouage с очень красивыми, сложными, такими восточными ароматами. Мой буш обожает этот бренд, и он точно был бы в невероятном восторге от этого парфюма. У него его еще нет. И смотрите, какие красивые упаковки. У вот этих, например, они вообще по ощущениям похожи на камушки, и они такие тяжелые, прям очень классные. А у этих мне очень нравится, что на крышечках у всех такой камушек, стразик блестит. Я попробовала какой-то невероятный аромат. Я раньше не видела даже упаковки такой у Amouage. Здесь какой-то иероглиф, он мне вообще напоминает какой-то дом этот иероглиф. И знаете, он пахнет каким-то невероятным пространством, вот где-то в Азии, что-то такое практически мифическое. Если бы я поехала в Азию, вот точно надо брать с собой этот аромат. И вообще на лето, весну он такой мистический, волшебный. На одну руку нанесла этот аромат, а на другую хочу нанести этот такой более мужской, в который я влюбилась, посмотреть, как он раскрывается. Потому что какая-то песня, какая-то сказка. Я ушла с шикарным пакетиком, покажу вам дома какой там именно парфюм. И на самом деле даже пакетик настолько тактильно приятный. У меня в общем просто потрясающие духи, и они меня догоняли всю дорогу, пока я ходила по магазину, просто захлестывали все мое внимание. Они, смотрите, какая упаковочка. Мне прям подходит, мы с ней коннектимся. И мне еще положили пробничков, и у них такие солнышки на тыльной стороне. Такое вообще внимание к деталям. Мне еще очень нравится этот купольный характер крышечки. Какой-то такой торжественный вид прям и эстрадик этот сверху. Доброе Кишиневское утро. К нам вдруг одним летним утром заглянула осень. И осень, знаете, надевается с рукавов. И такая уже вообще другая атмосфера в воздухе. Я вообще в шоке, насколько организм быстро приспосабливается. Я как бы обожаю лето и очень им наслаждалась. Но тут только погодка поменялась. Сразу пиджак сам наделся. Взялись духи осенние. И прям захотелось каких-то осенних пряностей. Удивительно. Просто организм вот так вот приспосабливается. Я даже с утра со своим капучино съела имбирную печеньку. И она прям была настолько в тем. Кстати, я узнала о кофе Юлиус Майнул. Очень странный и интересный факт. У них есть разная градация зерен. Какие-то более дешевые, более премиальные. И у всех этих зерен есть своя керамика. Если ты покупаешь самые дорогие зерна, у тебя премиальная керамика. Если самые простые, то красные их чашечки. Вот так вот. И не промахнешься. Точно знаешь, что тебе в ресторане подают. Мишель, как очень умная собачка, гуляет в Артуриной тени. на очень интересную лекцию про Микеланджело и на картине «Сотворение мира», например, «Между человеком и Богом пропасть». Но человек может спокойно поднять палец, и это как бы его право выбора. Я сегодня от души напилась кофе, так что сон остался во снах, и у меня столько вдохновения. Нельзя, наверное, этим злоупотреблять, но почему-то это так заманчиво. Я перебираю всякие свои скетчи, думаю, что с ними можно сделать еще интересного. Смотрите, какая у меня есть метаморфоза прекрасно ужасная. Я придумаю для нее сюжет. И, знаете, я придумала записывать кофе истории в плане того, что истории, на которые меня вдохновил кофе, которые он мне рассказал буквально. И посмотрим, что из этого выйдет. Я сделаю такой формат Reels, TikTok, но такая классная атмосфера вечером в саду, она такая другая, она такая какая-то мистическая и какие-то откровения прямо. Я слушаю этих сверчков, и такая летняя ночь, июль. Какая-то сказка. Каждый раз в какой-то момент моя чашка неизбежно становится баночкой для грязной воды. Знаете, всегда очень интересно, когда концентрируешься на каком-то цвете, особенно вот не очень обычном, как, например, фиолетовый, сразу он начинает везде, отовсюду вылезать. Видишь виноград, видишь вот эти вот мазки от кисточки, видишь сумку напротив, и вот сразу он вытягивается. И так и в образе, когда берешь какие-то фиолетовые аксессуары, сразу от каким-то волшебным образом. Я хочу еще добавить каких-то деталей. Вы знаете, я когда начинаю рисовать, вообще не знаю, чем это закончится, и куда она меня заведет, и всегда вот что-то невероятно интересное случается, и всегда от этого стоит. И знаете, меня всегда так пугает, я бы пошла бы спать, и это бы никуда не случилось, этого волшебства, как страшно спать, пора становиться вампиром. Вот что у меня получилось пока. А здесь дерево и планета с над ним. Я с очередной крутейшей книжной находкой. Это книга про дневники великих людей, и я все время веду разные скетчбуки, и мне для вдохновения разного дизайна и почерков, я не знаю, насколько интересно это именно читать, но смотреть очень интересно. Я, конечно, попробую читать, но такое удовольствие вообще держать ее в руках. А Артур нашел про чат GPT книжку. Уже успели даже книжку издать. Я иду, листаю на ходу, и смотрите, здесь даже есть дневник Фриды Кала, какой он цветной. Я сейчас писала картину, которую пока не могу показывать, только вот так вот на просвет. Очень интересный проект и дополнила ее пиниями. Я не планировала это, но я их так обожаю, что они мне все время откуда-то вылезают. И в Италии, когда я гуляю, все время их замечаю. И знаете, единственное новое в них, это когда под ними идешь, под этими огромными зонтичными кронами, вот такими вот, очень стрёмно, что упадут шишки на голову, особенно где-то гуляя в римских парках, где сплошные эти пинии, но она прекрасна. Я тут рассказывала, рассказывала про пинии и поняла, что хочу упомянуть, что мы купили билеты в Италию и будут интересные видео оттуда. Я вообще так предвкушаю, хоть мы летим в августе, и это так странно, уже который год мы летим именно на Феррагосту, 15 августа, где там все закрыто. Я надеюсь, что мы хотя бы от аэропорта сможем добраться до города, потому что мы именно 15-го прилетаем, вечером еще к тому же, но мы будем уставшие после работы. У нас, правда, очень хороший бизнес-лоунж в Кишиневе, прям добротный, в Бумынии, они почему-то везде ужасные, из всех аэропортов, в которых мы вылетали. У нас просто из Кишинева сильно дороже рейсы, чем из Яс, из Бекеу, из Бухареста, и нам выгоднее лететь оттуда, доехать даже до туда, на маршрутке, на машине. Однажды мы ехали на машине и оставили ее на парковке и нам ее поцарапали на платной парковке. Но, в общем, есть везде свои издержки, так сказать. Сейчас мы летим прямым рейсом, это очень удобно, и на пару дней я там хочу попробовать снимать новый формат видео, надеюсь, вам понравится. Я очень сильно предвкушаю, мы будем точно в Милане, еще поедем, может быть, или в Портофино, или в Кому, куда-то порезвиться по летнему. В общем, будет очень классно. Такое солнце августовское, вечернее, практически закатное, очень яркое. И буду сейчас дальше рисовать. У меня еще портрет на очередь, я все время боюсь в каком-то углу засветить картину, которую нельзя показывать. Я еще та секретница, я на самом деле, у меня нет секретов, мне кажется, что их нет ни у кого. Я не сюрпризница, я не делаю сюрпризы, мне кажется, что их не делает никто. И поэтому я очень стараюсь не засветить картину. Кстати, о сюрпризах. Почему-то мне так нравится это пересвеченное абсолютно солнце, оно какое-то такое невероятное, неземное солнце. Да. Насчет сюрпризов. Я вот не люблю сюрпризы, мне нужно знать точно, что меня ждет, я хочу сама выбрать себе подарок, если уже это сюрприз. Я не хочу чувствовать себя неловко, если это что-то неожиданно прекрасное, чересчур. И знаете, вот эта уместность подарков и все такое. И я даже, когда я кому-то делаю подарок, если я не знаю точно, что человек это хочет, я скорее всего спрошу, чтобы попасть, и чтобы не было каких-то... Может, человек хотел эту вещь в другом цвете, может, чтобы нужно было что-то другое, и хочется, знаете, сделать подарок в тему, а не чтобы вы передаривали, или искали вариант вернуть, или расстраивались, что я подарила не деньги. В общем, стараюсь я консультироваться с людьми, и люблю, когда консультируются со мной, так многие люди любят сюрпризы. Я вот все время пытаюсь балансировать между теми, кто любит сюрпризы, и между теми, кто любит все прагмантично, точно знать. Люди знают, чего хотят, и получают то, что хотят. Ну вот, было у меня в жизни несколько таких сюрпризов, когда мне дарили вещь, и я сначала ее недооценивала. Я даже не знала, что мне это нужно, а потом, из-за того, что у меня эта вещь была в обиходе, я ее использовала, и думала, вау, насколько это в тему, я бы сама себе такое не купила, я бы это не догнала, это вообще другой мир для меня открыли. И есть, конечно, своя фишка, и в сюрпризах, но когда это делают люди, которые вас хорошо знают, так что я эту тему очень поддерживаю, и учусь ей. Прилетела моя лучшая подруга, и мы в эту дикую жару за Таймилк побежали. Ой, какая неожиданность! Я не была готова, сказали потрясти, хорошо. Да, он потрясти, потрясти. Это с твоим танцевальным прошлом, будущем, и настоящим выглядит особенно хорошо. На вкус Таймилк просто сводит меня с ума вот этого чаечка, и у нас эти чаи открылись еще в парке, в который я все время хожу. И это просто не пойти в парк, а пойти и напиться бабути. Представляете, в Бендерской крепости открыли такой комплекс, ресторан, там всякие площадки, концертные залы, и этой крепости уже несколько сотен лет, и вот она стала такой достопримечательностью туристической, а там Днестр. Смотрите, как здесь интересно все выглядит. Это я зашла в турецкий зал, так прямо аутентично, а это холл. Очень забавно выглядит такая люстра и кирпич, да? Эклектика, прям при эклектике. Мне принесли обротечку, я смотрю, какая там лоза, делать ее не только с петильчиком, но и с газированной водой, что бывает от стринга. А вот и настоящая крепость. Знаете, я почему-то всегда мечтала остановиться на трассе и купить арбуз, но мы почему-то все время ездили в разных странах, и у нас не было валют тех стран, где они продавались. И вот, мы наконец остановились, выбираем. У нас сегодня пасмурная погодка, и мы пришли на завтрак в кафе в французском стиле, будем наслаждаться сейчас настроением, просто осенний Париж. А в нашем молдавском бренде одежды Барбара Коллекшн сейчас скидки, и этот костюм роскошный, из ткани Версачи, я просто тащусь от этого цвета небесного. Стоит сейчас около 200 евро, очень красиво это со скидкой, суперпроводово выглядит, и классно, что они ткани используют, такие благородные. Смотрите, как классно выглядит вот именно такое декольте, как-то так женственно, и эта пройма плечей, все, как-то так почтено. Смотрите, какая красота, это платье стоило 500 евро, а сейчас 200. Я чувствую себя просто каким-то мифическим цветком в нем. Очень красиво, это органза и столько воздуха в нем. В азиатском ресторане наша главная азиатка взяла кимчи, единственная из нас, кто был у вас. А у Артуры огромные рамы и все роллы.